Диск Сегодня мы с вами проведем низкоуровневое форматирование флешки. Причины для этого могут быть различными. Во-первых, диск может быть защищен от записи. Такое случается с флешками. Либо же диск просто не может быть открытым по причине того, что не удается его отформатировать. Как бы вы ни старались. При попытке запустить флешку вы получаете такое сообщение. Отформатируйте его. Пробуете форматировать, не получается. Именно поэтому мы попытаемся сделать низкоуровневое форматирование. Сразу скажу, что не со всеми флешками это прокатывает и на всех работает. Но все же, некоторым носителям удается таким способом спасти. Поэтому мы сейчас и будем пытаться это сделать. Прежде чем мы начнем низкоуровневое форматирование, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что данные с флешки после такого форматирования восстановить не будет возможным. Никаким способом. То есть все данные будут удалены навсегда. Это, кстати, как одна из причин, по которой делают это низкоуровневое форматирование. К примеру, если вы не хотите, чтобы файлы попали в другие руки. Использовать мы будем программу Hard Disk Low Level Format Tool. Конечно же, есть и другие программы. Но мы будем использовать эту. Ссылочка на программу будет в описании. Ну что ж, запускаем. Предлагают купить программу. Мы ее используем бесплатно. Сейчас очень важный момент. Нам нужно выбрать именно ту флешку и то устройство, которое мы хотим отформатировать. Сейчас важно не ошибиться, так как мы можем отформатировать ваш жесткий диск на вашем компьютере. Обратите внимание, что вы выбираете. Мы выбираем флешку на 16 гигабайт. После того, как убедились, что устройство выбрано верно, нажимаем Continue. Выбираем вкладочку Low Level Format Tool. Вот эту вот. И нажимаем Format His Device. Эта процедура займет какое-то время. Здесь мы можем видеть прогресс. Здесь скорость форматирования. А здесь сектор, который сейчас используется. Нам остается только дожидаться. Кстати, время прогресса полного форматирования зависит от объема флешки плюс от ее возможностей. То есть от ее скорости передачи данных. Ну все, дожидаемся. Итак, форматирование подходит к концу. У меня это заняло много времени, поскольку флешка была повреждена. Низкоуровневое форматирование завершено. Теперь открываем этот компьютер. И нам необходимо отформатировать флешку стандартными средствами Windows. То есть создать том. Оставляем все то же самое. Пока идет форматирование, еще раз напомню. Что не каждую флешку можно так восстановить. Получается это не со всякими флешками. Это просто один из способов. Возможных. Которые вам помогут спасти ваше USB устройство. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...